Всем привет! Знаете, как говорится, век живи, век учись, и ничему не научишься, и все равно будешь удивляться тому, что происходит вокруг. Все чаще сейчас, даже после того, как фактически правоприемник Советского Союза, русский рейх под названием Российская Федерация, которая учиняет тут террористические атаки, уничтожает народ Украины, территорию, города, делает миллионы людей беженцами. Находятся люди у нас в стране, их достаточно немало, я в разных местах это слышал, публичных, а не публичных, которые начинают петь оды СССР. Но мне, к счастью, к сожалению, не так уж мало лет, вот, полтос, поэтому имею что сказать по этому поводу. И я не знаю мотивов этих людей, фиг его знает, помните анекдоты про, но не будем. Мне это не очень-то интересно, я просто хочу, чтобы люди, которые, может быть, не так хорошо застали СССР, которым, может быть, еще мало, или они не ассоциируют современную русский рейх с Советским Союзом, вот. Это именно Советский Союз сейчас напал на Украину и думает, что это была какая-то прекрасная страна, какая-то особенная, духовная, может быть, какая-то простая, человеческая, там, какая-то вот без капитализма, без несправедливости. Я сейчас очень коротко расскажу, вот, чтобы товарищи совкодрочеры мозги людям не сносили в личных беседах, по телевидению, где-то еще, в каких-то воспоминаниях, в каких-то вот этих вот пломбирных своих грезах. На самом деле все очень просто. Я не буду, не готовился специально, план никакой я не писал, ни какая-нибудь, ни лекция, никакая про то, что такое СССР. Если просто эпизодами, что вот мои, значит, мне, погадается, рухнул 91-й год, мне было 19 лет, и все, что в моем детстве, юности, я могу вспомнить, я вам сейчас расскажу. Мне кажется, это достаточно показательно. Ну, начнем, знаете, с главного, пломбир. Пломбир за 20 копеек, это то, на что мастурбируют, ну, практически все совкодрочеры, вот, и докладываю. Ну, во-первых, пломбир был дефицитом. Большая часть мороженого называлась молочная, оно хрустело на зубах, такой лед какой-то слипшийся. Значит, было еще плодово-выгодное, такое плодово-ягодное, малинового цвета, 7 копеек, кажется, оно стоило. Вот, значит, пломбир был деликатесом. Ну, по крайней мере, в том городе, в областном центре европейской части, в так называемой России, где я рос. Значит, в Узбекистане, например, где мои бабушки, дедушки и родственники другие жили в ссылке, как крымские татары, да, до 88-го года или 89-го, когда они там вернулись постепенно. Там вообще люди никогда не видели нормального мороженого. Там, в Центральной Азии, продавалось такой белый сладкий лед. Ну, кому-то он, может быть, понравится, в плане, в основании детства, но говно полное. Вот замороженный сироп какой-то, да, подбеленный, там, не знаю чем. Что-то мне кажется, что молочных коров там как-то не очень было в Узбекистане. Там все по хлопку, по химикатам выступали, ну, по фруктам, понятно, овощам тоже. Вот. Поэтому пломбир был дефицитом. Искимо, например, в городе, где рос продавали, завозили, и все шум шел по городу, что завезли эскимо. То есть, это мороженое на палочке, да еще и в шоколадочке есть ли. Это вообще, я не знаю, по нынешним временам, я даже не знаю, с чем сравнить, какой это был дефицит. И какой, как, как, там дети просто орали, просили папа, мама, купи. И если уже было сразу, там все это разваливалось, естественно, было очень некачественно. Все текло, все грязные ханили. Вот. Ну, и вообще это было, ну, скажем так, это редко было. А еще раз в месяц, где-то в июне, не помню, какой там сезон, может быть, связан там с Кубой, там с Боливией, я не знаю, откуда везде, с Эквадором. Один раз в месяц появлялись в городе, где я жил, это Болстной центр, подчеркиваю, 450 примерно километров от Москвы. Завозили бананы, да, зеленые, понятно. И вот за них тоже там давились, очереди стояли. А в остальное время бананы, значит, можно было купить только одним способом. Мама или папа по своей работе ездили в командировку в Москву на таких колбасных поездах, так называемых, да. И вот, значит, родственники наши, которые жили на 1-й Останковской улице, недалеко от Хованского входа в ВДНХ, господи, что я помню. Все забыл, уже даже карту метро Москвы забыл, я это помню. И вот там в магазине небольшом, он, наверное, сейчас там какой-то есть, они занимались с 6 утра, там раньше рано, может, двери были закрыты. Очередь, и вот мы с поезда, поезд приходил в 6.20 на Павелецкий вокзал, они как-то ехали на метро, метро открывалось, ехали туда, и родственники передавали нам, там, маме или папе, или нам с мамой, с папой очередь. И вот, значит, там сосиски вот эти белые молочные, которые сейчас можно купить в любом вообще магазине, да. И вот пару килограмм, вот, и там бананы какие-то, да, тоже не всегда они были, но были, мандарины, что-то еще, пепси-колу, вот. А потом это все привозилось в Тамбов, ставилось в шкаф, в родительской комнате, чтобы мы сразу все не съели, да, не надавились этой пепси-колой, этими зелеными бананами, они клались на батарею, там, в одеяло заматывались, чтобы они, значит, созрели. И вот мы с Софией, с сестрой моей, однажды дрались, даже она, там, выпила бутылочку пепси, такую маленькую, мою, которую я сочетал своей. Ну, она 6 лет на младше была, я тоже дурак, конечно, но надо было уступать сестре, но, понятно, знаете, когда есть, там, три бутылки на двоих, и вот этой пепси-колой, который по глоточку цедишь, там, или банан этот несчастный. Вот так это все было, это такой был прекрасный Советский Союз, да. Вот, даже, ну, для взрослых, вот так сейчас уже, ну, меня же не слушают дети, я могу сказать, что, например, классная же страна, да, где вкус пива сравнивали с мочой на полном серьезе. Я вот как-то жизнь не удалась, мочу не пробовал на вкус, но вот, если само такое сравнение возникало, да, у людей, то надо понимать, что пиво это разводили везде, в нем почти не было никакой газации, сейчас скажу, что это как в Англии, там, пиво низкого брожения, но я в английском пиве немножко разбираюсь. Ну, я вам скажу, что это прям не Англия совсем, в бочках все это разводилось, в желтых мутная жидкость, к вечеру уже теплая, значит, места, ну, это вот если на улице, да, если в магазине, то вот у нас вообще в 80-е годы Горбачевске, это история вообще невозможно было ничего купить, за водку дрались, там могли убить, ларек от школы моей, там, 24 номер, 100 метров был, ларек, там просто, ну, там могли убить просто, вот, значит, потом что еще, пивные бары были такие более-менее приличные в зданиях, ну, был заплеванный пол, пиво продавали в нагрузку с какой-нибудь заветренный бутерброд с селедкой, стоит в столах бешеных, на самом деле, для советских рабочих и инженеров, тем более, за бешеные деньги, ну, или такого рода заведения летом, мы называли зверинец, можете себе представить, что как, как вот человек себя чувствовал, прекрасно, да, когда он заходил в зверинец, вот эта клетка, вот эти алкаши, а там приходилось выпивать, как бы и профессорам, и убийцам, и уголовникам, как это все было комфортно, прекрасно, здорово, удивительно, после пломбирчика с утра, значит, вот, потом, значит, певца еще, да, вот, пропиво, все поговорки были связаны с мочой, вот, ну, наверное, это было прекрасно, да, что еще, овощной магазин советский, вот, тут савкодрочером был, где разойтись, наверное, свеженькие овощи, фрукты, без химикатов, значит, докладываю, не было ничего, картошка была такая, ну, вот, которую сейчас, вот, если вы отбирали картошку какую-то, да, картофель убранный, вот, комбайном, например, то, что вы выкинули, это там было, куда девалось остальное, никто не знал, вот, но, значит, дальше, самое лакомство было, ну, это, квашеная капуста, серая такая, вот, из которых делали щи вот эти, да, серые, значит, ну, вот, как говорится, борщ, которым носки постирали, да, это щи, ну, вот, что-то такое, серое какое-то, да, нечто, употреблять это можно было только одним способом, у меня прабабушка научила, которая весь голод пережила, войну и так далее, эту эвакуацию, точнее, ссылку в Казахстане, это по маминой линии, она говорила так, значит, берем подсолнечное масло, сахар, все это дело, а кислые были такие, что можно умереть просто, да, вот, все это, когда с сахаром с подсолнечным маслом перемешаешь, более-менее можно было есть. Зашибись лакомством, до сих пор я его иногда ем, вот, тоже с фокодрочек, но это просто бабушка приносила, прабабушка, они у меня были хорошими медсестрами, квалифицированными, и вот у них в отделении они себе в баночку полуитровую накладывали гороховую кашу, есть ее, конечно, тоже было невозможно, из советской больницы, но, если туда добавить подсолнечного масла, и цебулю нарезать, да, на лучку, да, то тогда это можно было есть, и даже было вкусно, да, но сейчас это есть в любом магазине, а тогда это вот из столовой. Ну, что такое советский магазин? Советский магазин, это вот ты заходишь, и там лежат маслы, не маслы, а мясо, вот, как будто, такое впечатление, что уже какой-то людоед, или, ну, сыроед, да, он уже обгрыз все это дело, и вот то, что он обгрыз, вот это, значит, называлось мясом, да, это стоило 2-3-4 рубля за килограмм при зарплате, 150 рублей тогда вот примерно, да, можете себе посчитать, да, нормальное мясо на рынке стоило 5 рублей, 4-7 рублей, по-моему, вот так, ну, безумные абсолютно цены, вот, это отчастников было, ну, это роскошь была туда ходить, не чаще раз в неделю все это покупали, значит, а что еще? Одно из прекрасных воспоминаний, очень такое восходуховное, это когда ты встаешь, тебе в школу к 8, например, или к 9, не знаю, как тогда ходили в моем городе, где я родился, к сожалению, и вот встаешь ты за 2 часа до этого, и мама, пока там что-то делает, готовит, она отсылает тебя в магазин занимать очередь за сахаром или за хлебом, было и такой эпизод, про масло я вообще не говорю, и вот ты идешь за 3 квартала, значит, вверх по этой улице, стоишь там в очереди, сонные, такие же сонные люди вокруг, потом прибегает мама, ты бежишь собираться в школу, она там завтрак тебе сделала, и вот так, ну, не каждый день, но по мере необходимости, значит, сейчас пойти в супермаркет, это выйти с такой сумкой огромной, да, тогда пойти в магазин, это вот 200 граммов этого, вот столечка этого, вот столечка этого, вот столечка этого, значит, все это было завернуто, вот, да, единственное, с экологией был порядок, потому что упаковки практически не было, потому что сейчас так будет уже, бумага серая только в рейхе, вот такая серая бумага, лохматая волосатая серая бумага, и в нее бросали масло, причем нужно было сначала взвесить, а потом карандашом писала сцена, потом ты в кассу шел, потом просил чек, и все это в каждом отделе отдельно, потом, правда, начались самообслуживания, а потом все пропало. Я помню магазины рыбные, вот эта сеть рыбных магазинов советские в каждом городе были, более-менее океаны, там продавалась такая паста океана, это хвосты, чешуя там вываренные непонятно с чем, такой брикет розоватый вот свет за какими-то вкраплениями, и вот это все дерьмо, значит, единственное, что там было и морская капуста еще, правда, была, да, сейчас тут назовет, может, это деликатесом, но так мы сомнительно к этому делу относились, вот, что ели дома, ну вот, из чего можно варили борщ, моя бабушка варила в качестве покраснителя использовали томаты, по-моему, не томатную пасту даже, потому что, еще раз, в овощных купить буряк там, как свеклу, как отца поназывают, там, или что-то еще, это практически невероятная история, это, ну, то есть, вот такого раскладки овощей нет, вот заходишь там, стоит вот эта бочка с капустой серой, не совершенно такого, склизкого вида, а там какой-то грязный качан еще свежий, вот эта картошка, морковь вся, почему-то вся, она вся поломанная, то есть, ни одной целой морковины там не было, они специально, что ли, ее ломали, вот, или, не знаю, ну, в общем, вот так все это выглядело, крайне неэстетично. Колбаса, вот сейчас я, вот, например, не помню, когда я последний раз ел колбасу, но это мои заморочки, я считаю, что лучше взять или ничего не есть, или взять свежее, там, мясо какое-то, или курку, там, или что-то еще, но колбасу брать, это так, немножко такое сомнительное удовольствие, да, но тогда колбаса была, наоборот, предметом предметом поисков, как сосиски эти несчастные московские, вот, и, значит, колбаса была 2 рубля 20 копеек, потом 3,50, это ветчина, в которой попадались хрящи, которые нельзя было разжевать, ты их просто выкидывал, там, рискуешь сломать зуб, да, о, про зубы, про стоматологию сейчас, вот, и вот это все, а еще была, одна была колбаса докторская, другая с жиринками, с кругляшками, вот этими вставками жира, и вот эта вот ветчина была за 3,50, да, и вот это, этого еще не было практически никогда, а была еще колбаса собачья радость, ливерная, и вообще, ну, никто не спрашивал, откуда все шутки были про то, что все эти колбасы, они на самом деле с хвостами крыс, там, мышей и так далее, и анекдоты ходили про сотрудник в местном комбинате, который никогда не ели колбасную продукцию, но так как ничего сладче колбасы и морковки советский человек не ел, вот брали вот это, да, но самое страшное было, конечно, в связи с таким потреблением, с такой едой, зубы были ужасные, у всех был кариес и другие болезни, лечилось это, начиная со школы, насколько я понимаю, там присылали студентов или неопытных стоматологов, которые, ну, крики раздавались из кабинета стоматологического, когда в школу приходил стоматолог, ну, и там вектор в нашей школе стоял этот, вот это, зубодробильные машины, и поэтому, собственно, всех у нас плохие зубы практически, потому что нам было страшно в детстве и юности ходить к зубному врачу, это было на самом деле ужасно, стрёмно, больно, ледокаин только появился, вот такая щека была, он плохо обезболивал, сам вот этот бор-машина, она вот так вот, как отбойный молоток, значит, это самое, ну, может сейчас вот вернуться опять, когда говорят, опять никаких нет зубных, там, всяких расходников и всего остального прочего, инструментов, ну, дай бог, конечно, заслужили, ну, что еще прекрасно в Советском Союзе было, в Советском Союзе не было практически никакого кино, вот, как сказать, ну, индийские фильмы, ну, будете на них ходить, ну, а куда было деваться, ну, ходили, ну, Зита и Гита, короче, жопа, значит, что еще, в Советском Союзе не было, в Советском Союзе проигрыватель граммопластинок стоил больше, чем зарплата инженера, да, вот, я помню, за 210 рублей, как сейчас помню, значит, по-моему, рижский, что ли, какой-то проигрыватель, радиотехника, значит, и вот в кредит папа с мамой купили, потом еще купили радио, вот эту, ну, где-то фон кассетный, какие-то вообще бешеные деньги, весна, там, на нее я молился, ходил, вот, и это был предел мечтаний, ну, а купить, допустим, телевизор, ну, телевизор стоил 3 зарплаты, цветной телевизор, да, 3 зарплаты инженера, то есть, рублей 650, да, это я где-то рассказываю, ну, конец 70-х, начало 80-х годов примерно, да, потом это все как-то колебалось, но по большому счету ничего не менялось, все более-менее технологически, что стоило ужасно дорого, а всего более-менее простого просто не было, да, и что еще, да, кофе, вот у нас в Украине все као так поважают, да, я коли репатриировался в Украину, я сдавувався, як там у Москвы, там, знаете, все гарнисты стоят, вот эти гарнисты, стоят с крепким пивом, у ларьков с утра, здесь все као пьют, да, цы као ва столице, така, доповидаю, что, значит, кофе в Советском Союзе не было, был растворимый кофе, который можно было как-то достать, но это растворимый, можете сейчас попробовать, его пить не будете никогда, а так кофе был вот этот вот, из ячменя, поджаренного, насколько я понимаю, да, нажри, как бы, он, все это, а, в столовых это все, в кафе наливалось из такой алюминиевой кастрюли, вот, значит, наливалось, и все это, значит, нажри в стакан, значит, вперед, значит, а в пивных, в период, где-то конца социализма, но нормальный был СССР еще, еще вполне, значит, в качестве, воровали всегда стаканы, видите, стаканы, кружки, все, воровали все, и вот, вот, помните, это такая, как помните, я же вручаю с людям, которые тогда не жили, такая поговорка была, тащи с завода каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость, да, тащили все отовсюду, и вот, я помню, вокзальный ресторан, уже не помню, в каком городе, и, значит, в этом ресторане, майонезные баночки, такие, ну, сейчас они еще редко сидят, но есть, и вот этих майонезных баночках, эти майонезные баночки, баночки, хомутком аккуратненьким, каким-то специально стальным, изготовленным, значит, они за шеей вот этого баночки, значит, были прикованы, за заклепкой, значит, приделаны, и на цепочке, вот раньше такие смывные бачки были, с этой, с цепочкой, вот этой цепочке, они были прибиты к столу с четырех сторон, значит, на четверых, значит, сидели вчетвером, и чтобы никто ничего не спер, значит, пиво наливали, значит, из бутылки, вот я не знаю, вот эти майонезные баночки, извиняя, этими туалетными, туалетными цепями пили, да, но про качество пива я вам уже доповедав, все сравнивали его с мочой, абсолютно, советский человек знал, видимо, что такое, вот, и я не могу даже, в поездах было, пахло говном и носками, не было дезодорантов, в этой лучшей в мире, значит, стране, по версии некоторых, значит, не было элементарных вещей, в конец 80-х, даже начало 90-х, по-моему, мои друзья, там нынешние журналисты, студенты из Германии и Италии, приезжали реально, вот у них была, значит, веревка, а на ней туалетная бумага, они в аэропорту так выходили с самолетом, да, вот, что еще, такого уж прям прекрасного-то рассказать, ой, ну, в общем, да, самым большим лакомством была жареная картошка, ну, представьте себе, ну, можно, конечно, как, значит, так, где-то, для экзотики пожарить, я умею, смажет и картоплю, умею, да, и картопля зараз хорошая, да, вот, а сейчас, ну, а тогда это просто было, ну, вообще нет, картошка, это был золотой капитал семейный, это, значит, на зиму, где-то там у кого был подвал, погреб какой-то, сарай, подвальчик, у соседей, значит, пять-шесть мешков картошки на семью, вы можете себе представить, нынешнюю семью из четырех человек, которые съедаются зиму, над удорожая до удорожая, шесть мешков картошки, ну, вот представьте себе такой рацион, и вы поймете, что фактически советский ребенок, человек был на комбикорме, его просто кормили массой крахмала, да, вот этого, иногда этот крахмал был сладкий, как зеленые бананы, вот, одели там пару раз в году, пару килограммов, а в основном мешок 50 килограммов, вот семья съедает 300 килограммов картошки, из четырех человек 300 килограммов картошки в год, то есть это основная еда была, да, ну, что касается пищи духовной, книг не было вообще никаких нигде, интернета, как вы понимаете, тоже не было, поэтому мы, у нас была такая, у меня мама работала с всеми полиграфией, и казалось бы, там, ну, должны быть эти самые книги, как-то, да, иногда давали по большому блату, за сумасшедшие деньги, какой-нибудь один домик там, Тургенева, да, а вообще нам повезло, в каком плане, в ссылке жили бабушка с дедушкой, все родственники, один отец вот вырвался, когда учиться поехал, он возвращался туда, мы ездили на месяц в Узбекистан, это Наманганская область, Ферганская долина, да, село Ульчи, не знаю, побывали когда-нибудь там, там могила пропала, и вот была в СССР такая потрясающая система, распределительная, экономическая, просто по книгам это очень хорошо иллюстрируется, что книги на русском языке, например, Дюма, там Толстого, ну кого тогда модно было читать там, там, я не знаю, Эмиль Золя, там, я не знаю, иностранных писателей, каких-то Пушкина, Фигушкина, там, вот это все, все, что считалось блатным, и должно было быть на полках советского человека, типа культурного, это все отправлялось в узбекский райцентр Ульчи, где, ну, и на узбекском-то языке не очень читал народ, да, все-таки сельская местность, и образование оставалось, оставалось желать лучше у многих, да, тогда, про образование вообще не буду, так по-русски там вообще никто не покупал ничего, и вот мы закупали там по 100 килограммов книг, в коробках, и везли это все домой, в поезде, часто это было одно плацкартное место на четверых, с сестрой, с маленькой, потом как-то за взятки находили другие места, мешки с дынями, значит, однажды мы с папой везли штангу для меня для тренировок, мне было лет 15, это было одно из последних поездок перед репатриацией моих предков, и вот, значит, штангу эту везли, такую, она небольшая тренировочная, но это было очень смешно, да, то есть, в спортивном магазине в моем городе никогда не было штанги вообще, вот это, вот эта система, да, в узбекских магазинах была литература, которую там вообще никто не покупал, да, вот мы одни покупали, может, еще пару где-то дураков, приезжал я там заблудшим, да, и это было очень круто, да, вот, ну, я думаю, что достаточно проматериальное, вот видно, да, как все это, я, кстати, противала в интересах людей, как комфортно там было жить людям, и как все было прекрасно и замечательно, лучшая страна в мире, безусловно, тут я не о чем, расскажу о главном, о человеческом достоинстве, просто вот то, даже забудем там про еду, про товары повседневного спроса, там какие-нибудь там, джинсы, как я покупал из подвала, гума этой бабушкина пациентка из гинекологического отделения, глазам директора, и этот подвал, эти джинсы, наверху нет ничего, подвале эти джинсы лежат, какие-то австрийские, за 100 рублей, за половину зарплаты отца, ну, бог с ним, я не про это, но главное уродство этого общества, оно и сейчас такое, но главное уродство, это была его кастовость и расовость, это был настоящий протеид, вот Советский Союз всегда боролся с тем, чем он являлся, да, и вот эта борьба, значит, за права тем на кожах, она на самом деле, там, индейцев американских, она на самом деле была, потому что реальный протеид, реальное угнетение национальной почве, оно было именно как раз в Советском Союзе, значит, слава, ну, как бы все четко знали, вот у нас в классе была Лена Кейзман, у нее было написано еврейка, а у меня было написано татарин, а у всех остальных было написано русский, да, но татарин, потому что крымские в татар крымцев вычеркнули вообще, мне сказали, по сути на старе в 87 году, что нет такой национальности, ну, короче, все детство, татаро-монгольская ига, евреи, жиды, вы, значит, анекдоты, вы всю страну купили, вы нашу страну предали, русские дети бегают пальцами, значит, тычут, и у нас был не самый критичный вариант, более-менее лагерная такая школа была, там, ничего такого особенного, значит, каждый народ знал свое место, украинец никогда не мог стать первым в этой стране, он максимум мог стать вторым, но это было по тем временам неплохо, может, поэтому кому-то в Украине кажется, что неплохо, что они были второсортными, не третьим сортом, не пятым сортом, а вторым считались, формально, хотя на самом деле русские говорили, вот вспоминаю просто до своего детства, белорусы попроще, хохлы-то они хитрые, белорусы попроще, они, типа, колхозники, бульбаши, но они попроще, но у украинцев больше, да, все-таки они вторые, пусть будут, да, третьи белорусы, как-то у них в голове, все, что у них в головах, поэтому, что я могу сказать, это ужасная была страна, и везде висели плакаты, да, где в середине дружба народов, где в середине были русские, слева, справа, не помню очередность, были украинцы и белорусы, уже в национальных костюмах, как из села вроде, да, тот городской в пиджаке с своей бабой русской, а эти, значит, и дальше по нисходящей до молдаван, до узбеков, до таджиков, тоже четко был ранжир, кто второсортный, кто пятисортный, кто пятнадцатый сортный, и, наконец, в никаких этих плакатах не было так называемых автономных республик, это были нации еще низшего уровня, да, но это было бы еще ничего, там, вот, допустим, Татарстан или что-то, хуже всего было тем нациям, у которых не было вообще ничего, ну, как русских татар, я не говорю, мы вообще были никто, у нас не было, ну, например, чуваши, еще как-то над ними смеялись, конечно, в чуваши, и над бурятами в Бурятии смеялись, и везде все было очень смешно и забавно, все были черножопые, узкоглазые, и надо было быть русским, да, вот, а у народов, которые не было представлено нигде, у них вообще, их как будто не было, там, каких-то, я не знаю, толушей, там, или шорцев, там, или кого-то еще, или там, малых народов севера, там, и так далее, их нигде не пускали, единственное право, это было право выпить водки, да, и прислужить русскому, и вот, недавно, доржбату писатель, этнический бурят, мне рассказывал, как его, значит, бурятка же, по национальности, женщина в паспортном столе, а это, наверное, позже было, в год 89, он младше меня, она говорила, запишись русским, что-то там, зачем тебе писаться бурятку, запишись русским, или украинцы, мы говорили, запишись русским, зачем тебе быть украинцем, вот так говорят русский этнос, вот так вот сложился этот русский этнос, это не этнос, конечно, это имперская каста, куда можно было зайти при определенных обстоятельствах, люди меняли память о своих отцах, свой одно язык, меняли на то, чтобы выжить, евреи записывались русскими, украинцы русскими записывались, другие записывались, вот так и набралось, в итоге 100 с лишним миллионов, которых в реальности никогда не существовало, да, их не существует, поэтому, мой прогноз, что когда это все рухнет, вот правоприемник СССР, это рухнет, то все там перезапишутся как-нибудь, да, вот, но что я хотел к этому добавить, ну, пожалуй, единственное, вот это совкадрочерство, оно не просто, это не какая-то там, может кто-то истебется, и со Степом, я вот не понимаю, я что-то не могу, что-то не могу поверить, как может всерьез такое говорить, я не верю, что разумный человек в Украине может говорить это всерьез, да, наверное, это Степ какой-то, может это на какую-то определенную часть населения рассчитано, я не знаю, я не политтехнолог, не там, не журналист, вот в популистском смысле этого слова, ни какой-нибудь там, я не знаю, артист там, которому нужны поклонники, вот, но я могу точно сказать, что ничего там хорошего не было вообще, и вспомнить, и может только вздрогнуть, да и про школу, это неправильно повязанный пионерский галстук, доведенный до слез моя мама, вот, которая меня защищала, я не знаю, где и кем надо было быть, чтобы тебе было хорошо в СССР, ну, наверное, детям генерала, можно было, наверное, их возил в черновозе водитель, наверное, наверное, вот таким вот образом, можно было как-то считать, что, или там, что там, ты более-менее счастливо живешь, может какие-то талоны, обкомовские пайки, но и то, все эти обкомовские, цыковские, всякие пайки, вы же должны понимать, что это ничто, по сравнению с тем, что вы, простой любой человек, с любым достатком, сейчас заходят в супермаркет и покупают себе больше, чем на любой паек, любой обкомовский, вот, поэтому, вот, я не могу этого понять, и я не понимаю ни изготовителей этого говна, совкодрочевского, ни их мотивов, и не хочу даже придумывать за них мотивы, ни тем более потребителей этого совкодрочевского, я тоже понять не могу, потому что я не понимаю, как может нравиться говно, да, вот, знаете, вообще-то, у меня есть такое уникальное, универсальное правило, вот, если ты хочешь что-то понять до конца, просто замени вот это слово, чем все восхищаются, того, что ты не видел, а слово говно, и сразу все будет нормально, допустим, там, 240 миллионов людей жили на одной части суши в говне, в Советском Союзе, значит, в говне продавалось говно, и люди ели говно, вот, отношения между ними были говно, все считали друга говном, кто-то говнее, а кто-то менее говнее, кто-то был говнистый, а кто-то, вот, считал другого, там, менее говнистым, да, что сказать, все, все было говном, асфальт был говном, я даже не знаю, не могу вспомнить ничего такого, чтобы мне запомнилось, как вот, да, действительно, качественно, и вот я хочу туда, что, молочный коктейль, ну, может быть, я не знаю, я не уверен, что тамбовские, вот эти коровы, дистрофичные, давали хоть какое-то молоко, может, в Эстонии и давали, но мне кажется, навы с порошка это все давали, я не видел никакого там производства, урожай картошки, еще я студентом ездил, в этот, в Маршанский район, это северная района Тамбовской области, урожай картошки был 17 центеров с гектара, иногда 30, это в Канаде пшеница давала по 50, ну, понимаете, и это вот, и все это, кругом были сейки какие-то бывшие, кругом, значит, в общественных банях, если ты зашел бы тогда, это, это просто вонь стояла, в пив-барах, ну, я уже говорил, это и воняло мочой, там, и все было заплеванно, прилипали ноги к полу, в школах парты были такие, ну, я не знаю, за ними, наверное, еще там, не знаю, там, Николай Коперник сидел с такими партами, если они там были у него, они были такие, обгрызенные, такие, с таким слоем краски, что вот я однажды, даже на себя голубые причем, вот у нас в школе, я даже голую, голую женщину однажды нарисовал, но вот и музыки, я завершаю свой рассказ, потому что дальше уже нельзя, вот, заставили стирать, но я все равно, все равно осталась там, это было единственное, мое художественное произведение, помню, как мама купила мне кроссовки, это был праздник, праздник жизни, праздник души, просто, да, такие кроссовки, которые сейчас, наверное, у мусорного бака можно найти, вот, вот и все, я вам доложил, поэтому Советский Союз супер была держава, счастье в ней было, полными ведрами, да, подтирались газетами, со свинцового, а газеты поборали в руки, газету берешь, она черная, черные руки, потому что качество печати было нижайшее, свинцовая и краска, да, я даже, как-то, что еще, наверное, все, ну и, конечно, смотр, строя и песни, где-то и ходил, такой, сшитый мамой, мамой, из каких-то там, обрезков, в форме, типа, десантника, какого-нибудь, пограничника, и кричал там, слава советскому народу, мы всех победим. Единственное, знаете, что, я не про Украину, конечно, я про то, что, вот, единственное, что было лучше тогда, вот, мы же говорим, ну, сейчас, в данном случае, говорим про правоприемника, если можно идти речь, о каких-то правах вести, Советского Союза, Русском рейхе, единственное, что я вспомню положительного, это то, что все-таки, тогда, не говорили, что мы всех ядерный пепел сотрем, не было такого, наоборот, боролись за мир, якобы, во всем мире, а сейчас отбросили, как бы, эти все признаки девственности, и прямо говорят, что мы всех убьем, да, вот, поэтому ядерный пепел, вот, единственное, что отбросили, отбросили последние трусы, и сорваны последние крестики, да, и на всем поставлен жирный крест, это если брать Мордор, а если брать Украину, где отношение людей другое, вообще не советское, ну, большинство, по крайней мере, да, и уважение, и мягкое общение, да, я вообще, я считаю, что, если кто-то считает, что ему в Украине что-то не так, ну, это, я считаю, что мне колоссально повезло, почему я раньше у него ехал, почему меня мама с папой не родили в Киеве, как хотели, в 72-м году, ну, вот так, но ничего, все равно Украина победит, этот народ, эти люди, эта страна заслуживает лучшей жизни, и посылайте всех совкодрочеров вслед за русским, любым кораблем, спасибо за внимание, спасибо за спонсорство канала, спасибо за донаты, спасибо за поддержку, во всех смыслах, я ее очень ценю, люблю вас, до новых встреч,